Галина Канаева – дачница со стажем. Больше 30 лет на своем огороде она выращивает овощи и фрукты. Признается, что за такое продолжительное время первый раз видит подобное массовое засилие мотыльков. Надоедливые насекомые оказались мотыльками-огневками, прочла Галина в сети интернет. Там же узнала, что безобидные с виду крылатые являются вредителями и своей назойливостью вполне могут испортить не только настроение уикенд, но и навредить спелым плодам. Выходные у Галины на огороде развернулась настоящая битва. В ход пошла тяжелая артиллерия. Всегда под рукой на даче есть всевозможные препараты. Предпочитаю биопрепараты. Потому что если сейчас эти насекомые в таком большом количестве перезимуют у нас в почве, то я боюсь, что на следующий год, конечно, для меня, для дачника страшно, что можно просто лишиться урожая. Даже в начале не успех его собрать. Специалисты говорят, что опасность представляют не сами бабочки, а гусеницы, которые любят полакомиться свежими овощами и загубить месяцы ударных трудов на огороде. Подтверждают и то, что аномальная летняя жара напрямую повлияла на популяцию этих насекомых. Сейчас, когда на улице пекло, для огневок началось раздолье. Раз в 10 лет у данного вида моделька происходит массовая вспышка численности. И идеальными условиями для их размножения, как раз это температура свыше 20 градусов и высокая влажность. Специалисты утверждают, что хоть этот вид насекомых не настолько опасен, как, к примеру, саранча, но все равно бороться с ним нужно. И для устранения незваных гостей существует два метода. Первый – это можно использовать ручной сбор, либо использовать биопрепараты и мощные текстициды. Главное, чтобы опрыскивание происходило не точечно, а массово. Для полного избавления лучше захватить свой участок и близлежащие участки. То есть работать по договоренности с соседями. Нашествие насекомых самарцы и жители области наблюдают с 13 августа. Ботыльки залетали в окна жилых домов и офисов, но вели себя относительно спокойно. Активизировались только в вечернее время. Особую опасность крылатые представляют именно на дачных участках. Гусеницы питаются кукурузой, горохом, картофелем и другими популярными видами овощей и фруктов. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!